Друзья, всем привет! Меня зовут Рита, вы на моем парфюмерном канале «Одержимые духами». Сегодня я сижу в окружении вот этих чудесных флакончиков. И тема сегодняшнего видео, которое я снимаю по вашему запросу, покупки, неудачные покупки, купленные под влиянием интернета. Собственно, эта часть покупок, которые были куплены под влиянием, по рассказам блогеров, сразу скажу, что эти покупки я сделала еще на заре своего парфювлечения. В сентябре будет два года, как я увлекаюсь парфюмерией. И, конечно, на тот момент я еще не очень понимала, что такое пирамиды. Я слушала разных блогеров, смотрела обзоры. Что в итоге? В итоге пришел опыт, пришло понимание, и, естественно, пришло время признать свои парфюмерные ошибки. Я ни в коей мере не хочу обвинить кого-то в том, что это неудачные покупки и так далее. Выбор делаю я. Но претензии ни к одному блогеру у меня нет. И что я хочу сказать? Друзья, прежде чем купить парфюмерию по отзывам вашего любимого блогера, пожалуйста, не поленитесь, купите отливантик, протестируйте. Еще раз, восприятие у всех очень разное. Даже если вы совпадаете в восприятии, даже если у вас примерно один вкус, альфакторика может сыграть очень злые шутки. Ну что, посмотрим, какой опыт я получила. Наверное, начну с линейки. Что объединяет эти композиции? Эти композиции объединяют то, что они меня разочаровали, я ожидала другого по отзывам. И здесь несколько линейк разных парфюмерных домов разных брендов, которые я для себя закрыла, потому что поняла, что это не мои парфюмерные дома. Итак, первый парфюмерный дом, который не стал моим любимцем, это Лолит Олимпика. У меня здесь осталось три аромата, про которые я сегодня буду рассказывать. Что объединяет эти ароматы? Огромное количество сладкой лакричной ванили. Мне не понравились. Как уж расписывали зеленого любовника. Как расписывали Лолиту Лэнд. У меня уже настоящиеся колокольчики. И нет, я не поняла этой красоты. Распылять мне сегодняшний аромат совершенно не хочется. Для меня это ничуть не нишевое звучание, как о них говорили блогеры. Для меня это вполне себе бюджетная, вполне себе линейная, простая и очень-очень понятная, бюджетная линейка. У них есть интересные композиции, но, опять же, они у меня тоже не задержались в коллекции. Почему? Потому что они мне просто не нравятся. Поэтому если вы решите, что я оскорбляю ваш любимый парфюмерный дом, то лучше это видео не смотреть. Я высказываю свое мнение и спорить я ни с кем не собираюсь. Итак, Лолита Олимпика, зеленый любовник, Лолита Лэнд, свит. Это то, что мне категорически не понравилось, то, что не совпало в моем восприятии с обзором блогеров. Причем меня удивляет, что достаточно продвинутые носы, которые считают себя экспертами. Кстати, я не эксперт, можете не писать. Боже, какой же вы эксперт? Никакой, я этого и не скрываю. Я любитель, и парфюмерный канал – мое хобби. Я не очень понимаю, как могут эксперты от парфюмерии хвалить и называть нишевым звучанием вот этот аромат, потому что нет, ребята, это не нишевое звучание. Это нехорошо. Второй парфюмерный дом, с которым я приняла решение расстаться, Лолик. Да, у них есть интересные композиции, но, опять же, это не нишевое звучание. У них есть линейки вот этих дорогих красивых флаконов, к которым я пока еще не подошла. Но то, что находится в люксе – это люкс. Ребят, никакого нишевого звучания здесь нет и в памяти. Да, это неплохие композиции, но, давайте будем честными, это нельзя назвать нишевым звучанием. Это люкс. Следующий представитель, у меня он остался один, это Афнан. Вообще, я для себя достаточно быстро закрыла тему вот таких бюджетных арабов. Почему? Потому что в основной массе это, конечно, оммажи в сторону каких-то известных композиций, и в основной массе это не очень хорошо собрано. Если на старте звучание еще может быть достаточно интересным, то в базе это грустно, печально, и это очень слышимо, что не лучший вариант. Бренд Усо. Уж как кричали, какие линейки нахваливали, там и подороже, и подешевле. Нет. Я не очень одобряю историю про копирование. Я все-таки считаю, что если парфюмер поработал, то его труд нужно уважать. Это ароматы, которые... Они неплохо собраны. Они неплохо слушаются. Они неплохо носятся. Но это очень грустно. Для меня в моем восприятии это подделки. Нет, я такое не люблю, и я уважаю труд парфюмеров. Бренд Грити. Неплохой бренд, с которым у меня просто не сложились отношения. У меня сейчас остался один аромат. Это Жаклин. Все ароматы, которые здесь сегодня представлены, они уйдут из моей коллекции. Я не знаю, будут ли они проданы, подарены, отданы, но их в моей коллекции не будет. И я для себя закрыла историю с Грити по той простой причине. Мне не нравится химозность этих ароматов. Я достаточно много этих ароматов перепробовала, и, к сожалению, я слышу в них химическую составляющую. Мне не нравится их стилистика, мне не нравится почерк этого парфюмерного дома. Идем дальше. Наверное, один из самых нашумевших ароматов пару лет назад – Тирос. Опять же, кто что про него только не говорил. Боже, великолепие, молодая розочка, раннее утро. Роса нежнейшая. Нет, нет, это дешёвая кислая роза. Это одеколон моей прабабушки, которая делала разные настойки, натирки и всё остальное. Это плохо. Даже если вы это любите, для меня это крайне-крайне плохо. Примерно в то же время по русскоязычному ютубу пронеслась эпопея с брендом Неглиже. Очень красивое оформление, красивый форм-фактор. И многие-многие блогеры рассказывали про этот бренд. Я купила полный комплект сэмплов. И почему-то я решила купить аромат роза Абсолют. В принципе, это вот два сапога пара, оба на левую ногу. Но это тоже крайне линейно, крайне просто. Это история про обычный советский одеколон, который был во времена Советского Союза. Я не вижу красоты. Кстати, похоже, не одна я, потому что как-то подзатихла история бренда Неглиже, парфюмерного дома. Я уж не знаю, с чем это связано. Но я думаю, что не в последнюю очередь это связано с тем, что действительно это не очень интересно, не очень хорошо. Это простовато. Так, следующие. Колонии 4711. Про них до сих пор говорят, что это хорошо, это замечательно. Возможно, за их стоимость... Да, у меня была вся линейка этих колоний. Я знакомилась со всеми композициями. И что их объединяет? Великолепный, прекрасный, яркий, сочный старт. И очень дешевая база, которая уходит в освежители воздуха. Я не знаю, есть ли смысл постоянно обновлять вот этот старт. Я для себя его не вижу. Поэтому взаимодействие с линейкой 4711 для меня тоже закрыто. Мне не нравятся эти композиции. Я считаю, что если уж хочется колонь, то можно приобрести какой-то, не знаю, один-два флакона более-менее приличных колоний, которые не будут уходить вот в эту базу. И последний представитель нашумевших, прокатившихся, опять же, преди обзоров бренд, это синоним. Вот здесь очень интересная история, связанная с этим брендом для меня. Он мне нравится. Сразу говорю, у него прекрасное, очень лаконичное, такое дорогое, эстетически выверенное оформление. У него красивые коробочки. Он очень хорошо собран. Композиции этого бренда собраны очень здорово. Хороший материал. Ничего не разваливается, ничего не рассыпается. И, в принципе, быть бы ему на моей полке одним из любимцев, если бы это все-таки были самостоятельные композиции. Но поскольку здесь, опять же, омажи в сторону вдохновения, парфюмерами, в сторону вот этих нашумевших, хайповых ароматов, они изменены, они не повторяют полностью. Но вот этот отсыл, он узнаваем, он читаем. И, к сожалению, к нему у меня рука не тянется. Но при этом, еще раз, это хорошо. Это классно сделано, это классно собрано. Но, возможно, это мое восприятие, которое является индивидуальным. Поэтому смотрите, пробуйте. Я всегда говорю, если даже вам понравилось что-то в моих обзорах, пожалуйста, через затест. Потому что всякое может случиться. В общем, я, наверное, заканчиваю. Вот такой быстренький экспресс-обзор. Всем спасибо. Что досмотрели. Отдельное спасибо за лайки, комментарии, подписки. Всем пока-пока. Не совершайте парфюмерных ошибок. Не верьте нам.